Я вижу, что на маркетплейсе Алиэкспресс продают принты с моих работ. То есть это как бы нормальная ситуация, когда художник сам продает принты со своих работ, и я их тоже продаю. То есть это как копии, тиражирование. И вот такая ситуация. Как быть в этой ситуации? То есть вот как мне реагировать? Могу ли я заявлять о каких-то своих правах? Так как изначально я не являюсь создателем оригинальной картинки, и как бы я ее дорабатываю. То есть вот как быть в такой ситуации? Всем еще раз добрый вечер, Евгения. Я присутствую на таком вашем очень удивительном для меня мероприятии, как эксперты и юристы, чтобы дать консультацию. Приветствую всех и хочу высказать свое мнение, если позволите, что я искренне завидую всем присутствующим здесь, потому что вы изначально можете использовать свой талант, воплощать его в каком-то виде носители, либо в каком-то материале. Вот этот носитель и материал, в котором вы свой талант применяете, это является именно правовой основой носителя, авторского права, которая подразумевает, что ваш талант вы проявляете в каком-то, в какой-то форме, в данном случае, если рассматривать законодательные точки зрения, то у вас изобразительное искусство, которое проявляется на носителе. И, соответственно, вы являетесь уже собственником всех этих носителей с исключительным право авторства. Вот это исключительное право авторства, оно и подразумевает, что как только вы разместили этот материал в общий доступ, вы тем самым заявили о себе, как о собственнике вот этой интеллектуальной собственности. Причем, поскольку у нас законодательство авторское право рассматривало, когда интернет в принципе только начинался в нашей стране, с тех пор нет таких глобальных доработок, чтобы именно применить авторское право в интернете, в соцсетях, вот, ну, то есть платформу именно эту изучить. В основном у нас в гражданском кодексе расписано авторское право на общих вот таких носителях, касающихся, например, картин, создания программ, музыки. Но, тем не менее, самое главное действует основа, что как только вы предоставляете материал свой, вы обладаете и являетесь исключительным носителем право авторства, того самого вида, да, вида, как вы производите свое искусство, талант, как вы его проявляете. Естественно, вы это не обязаны делать так, что вы прям подписываете, кто является автором, что вы являетесь носителем, что вы заявляете на все права. Уже исключение, исключительное право подразумевает, разместили, являетесь собственником. Ну, или носителем авторского права, если уже использовать юридический язык. Далее, естественно, если вы это делаете, исходя из каких-то других носителей, да, кто-то раньше являлся правообладателем, и, соответственно, теперь вы используете там, допустим, этот же материал, но как-то его в законодательстве есть такое значение, искажаете. То есть вот эта степень, насколько вы меняете изначальный первоисточник. И далее идем. Естественно, если мы берем такой же носитель авторского права и используем его в своих целях, соответственно, мы тоже нарушаем авторское право. Либо его используем, и мы должны получить официальное разрешение от автора первоисточника. Но все-таки, если мы будем... У нас очень хороший материал в смысле того, что мы конкретный пример рассматриваем, да? Да. Разместили, заявили, что мы являемся исключительным правообладанием авторского права. Мы эту информацию разместили в общем доступе. То есть если я хочу использовать как-то этот материал, у меня нет никаких запретов узнать, кто это, какое это лицо, найти его контакты, дабы получить от него разрешение использовать его первоисточники, материал именно в сфере авторского права. То есть мы сразу это исключаем. Мы действительно можем найти лицо автора, который это разместил, создал и заявил о своих исключительных правах. И, соответственно, далее, если с этого еще и идет получение прибыли, в данном случае мы берем третье лицо, да, Алиэкспресс, то есть мало того, что здесь идет, если они взяли ваш первоисточник, разместили и указали ваше имя, то, наверное, все-таки я подразумеваю, что Алиэкспресс представители платформы думают, что, скорее всего, они таким образом соблюдают законодательство в сфере права, обладания авторского права. И, соответственно, все очень красиво и правильно выглядит. Но на самом деле... А можно я уточняю еще? Да, я уточняю еще. Так, откуда-то идет звук. Ну и суть. Значит, получается, если разбираться, то есть получается, по сути, я не имею права не взять ничью фотографию из интернета, да, потому что тот, кто ее сделал, разместил, опубликовал, он уже, как бы, сказал этой публикации, это мое, нельзя брать. Можно взять, если это будет согласовано, как бы с, там, не знаю, фотографом, да, с автором, да, изначально, да. И получается, что, например, если то же самое Алиэкспресс указал мое имя, но в то же время они, как бы, продают, получают прибыль, и, как бы, я никаких отчислений не имею. То есть я, получается, не имею права им заявить, и было бы то же самое, что если бы я взяла изначально чей-то источник и подписала бы, да, и, как бы, начала продавать. То есть это одинаково получается? Вот я здесь как бы не очень... Нет, это разное. Значит, изначально, вот поэтапно, да, вы берете тоже где-то изображение. Вы его берете как чью-то фотографию, там есть люди, там природа, то есть рассматриваются объекты, потому что если углубляться в объекты, допустим, там есть люди, у нас ограничения идут по детям от рождения до 14 лет, мы вообще должны получить официальное разрешение от родителей. Если это просто фотография природы, допустим, да, и мы берем ее как основу. Конечно, в идеале мы должны получить разрешение разрешение от первоисточника, что мы используем его изображение в нашей дальнейшей деятельности. Но если это все-таки не случилось, и если это использование, ну, скажем так, фотографий природы, да, то есть авторство в чем? Что только сфотографировал, да? Да. Ну, как бы применение таланта носителя не случилось, то есть просто разместил. Если мы, конечно, укажем, где мы взяли первоисточник, это будет... Может, тоже как бы фотографировала под определенным ракурсом, там, использовала какие-то, не знаю, фильтры, да, то есть как бы... Применил талант все-таки. Да, все-таки применил, я думаю. Да. Значит, тогда все-таки мы лучше у автора официально запросим разрешение. Причем, опять же, носитель, как мы получили от него разрешение, в разных вариантах используется по-разному. То есть если мы получили разрешение, давайте возьмем изначально, да, собственник, который разместил, он теперь является исключительным правоприемником, носителем, и он этим правом владеет на протяжении всей своей жизни и даже может передать это право на 70 лет после его смерти. Это вот то, что касается собственника, который это разместил. То есть он является собственником этого изображения навсегда, на всю свою жизнь и дальше. Теперь мы переходим непосредственно к вам, как к автору. Все-таки взяли первоисточник, переработали его, и в идеале лучше, вот чтобы исключить нарушение закона, да, вы конкретно указываете, что вы использовали первоисточником, но, соответственно, перевели в свою форму. Вы не взяли ее в исключительном, изначальном варианте. Соответственно, то, что вы доработали и окончательный результат, который вы выставили, это уже ваше право исключительное. Дальше мы переходим к Алиэкспресс. Алиэкспресс, они, естественно... Не извините, пожалуйста, я просто боюсь, что забуду. Значит, вот я тоже слышала такое мнение, что якобы если ты доработал, переработал изображение как минимум на 80%, то есть его видоизменил, то только тогда ты можешь говорить, что это как бы изображение твое. Ну, то есть как бы ты стал правообладателем. Вот это как-то исчисляется, либо как бы вот у меня всегда было такое мнение, да, что вот эта зона, она на самом деле как бы сколько бы правил не было и законов даже, да, как бы, но здесь все исчисляется, скажем, теми суммами, которые зарабатывает человек, который якобы украл, как бы, и себе присвоил, да, то есть потому что вот, например, дела по авторскому праву, как мне кажется, начинаются, когда первоначальный автор понимает, что его идеи кто-то взял, доработал, переработал, выдал как за свое и начал зарабатывать, там, скажем, образно миллионы, да, и он такой понимает, нет, мне это не нравится, и как бы начинают там какие-то судебные процессы. Но если, например, там фотограф видит, что художник начинающий взял, там, за основу его фотографию и разместил, и он там случайно встретил в интернете, может быть, даже он продал эту работу, там, не знаю, тысяч за 20 рублей, но, наверное, он не будет подавать в суд, он просто как бы там как минимум скажет, укажи, что это я, да, начал. То есть вот есть ли вот здесь какая-то грань, да, в этом плане, то есть вот эти 80 процентов, прописано это где-то или нет, либо это просто, знаете, вот как догадки таких художников, что вот минимум на 80 надо видоизменить. Так, Саша, интересный собеседник. Я имею в виду по вашей оснащенности материалом. Вот эти 80 процентов, опять же, законодательная база, к сожалению, не устанавливает. Опять же, не устанавливает, потому что она берет в первоисточник исключительное право, исключительное авторское право, слово исключительно, вот прям в прямом его понимании используется. И, соответственно, на сколько процентов идет переработка, тоже законодательной базой не предусмотрено вообще. То есть взяли в основу, стали что-то свое применять, хотя бы там одну какую-то структуру или цвет, да, вот если нам уже применять к объекту. Все, уже изменили. Уже пошло исключительное авторское право автора, который это делал, лицо, которое это делает. Далее по выгоде. Да, далее вот мы переходим к выгоде, да. То есть все-таки с авторским правом, я надеюсь, всем все понятно. То есть все-таки вариант, что мы берем за основу, лучше брать за основу действительно вот такие случайные фотографии. То есть мы исключаем изображение на этих фотографиях детей, потому что у нас сразу идет последствия, они несовершеннолетние, лица. Опять же, если берется фотография на улице, допустим, мы идем по улице, да, площадь, мы общаемся с людьми, и мы сделали случайную фотографию, да. Мы потом что, должны идентифицировать и искать каждое лицо и получать? Нет, конечно. Тем более, что мы все общаемся, ходим по улице, да. То есть тут нужно понимать вот эту сферу. Опять же, законодательство очень тяжело все это устанавливать, только в судебном порядке. Что вот именно условия, насколько мы используем первоисточник. То есть все-таки давайте возьмем во внимание, что это фотография нецелевого использования лиц, детей, людей. И, соответственно, лучше, чтобы мы указывали, где мы взяли эту фотографию, какого автора. Как бы с благодарностью, что он нам подал идею. Далее уже наш продукт автора, исключительное право авторства, указано имя, есть все контакты. И, соответственно, любой, кто использует этот объект, уже должен получить разрешение. И тут у нас начинаются этапы разрешения на что. Значит, использовать первоисточник и указать, какой автор, что есть автор у этого первоисточника, вот то, что сделал Алиэкспресс. Это только начало. Это первая ступень. То есть указали автора. Таким образом, у нас же, ну как сказать, последствия в наказании, как мы рассматриваем уже судебный процесс, он рассматривается в процессе, что либо у нас государство применяет к нарушителю закона такие более воспитательные меры, и уже как последствия понесенных убытков. Вот воспитательные меры, когда мы видим, что наш объект без нашего разрешения где-то размещен, даже с указанием нашего имени, но без официального разрешения, мы, соответственно, можем обратиться к первоисточнику, который это все разместил, либо обратиться сразу в прокуратуру, то есть соответствующие органы, которые этим занимаются. Результат, доказательная база происходит... Извините, да, говорите. Я потом спрашиваю. Результат, доказательная база происходит, то есть действительно произошло нарушение, как в нашем случае, да, то есть идет только использование имени, указания, чье авторство, и дальше на этом все. То есть, соответственно, здесь идут больше штрафные санкции, что все-таки идет размещение, указывается имя автора, но разрешение на это размещение от автора не получено. Ну, чтобы вы понимали, штрафные санкции, как правило, они будут действовать больше на законопослушных граждан, да, там, продавцов, которые действительно знанием обладают, и это, как правило, штрафы, которые идут в пользу государства. Я очень доступно вам объясняю, да. И при этом они еще, их стоимость этих штрафов, она идет от 500 рублей до 10 тысяч рублей. Это штраф, который идет государству. То есть, как бы воспитательная мера, дабы больше не повадно было. Но автор у нас прекрасно понимает, что это товар, который продается. То есть, у нас, вот этот, ну, как бы нам его назвать, хочу переходить на имя. Третье лицо, Алиэкспресс, третье лицо у нас получает отсюда выгоду. Да. Причем эту выгоду мы можем посчитать только с данных самого третьего лица, да. То есть, мы знаем, что они используют в коммерческих целях наше имя и наш объект. А вот дальше пределы, сколько полученной выгоды, коммерческие ходы вообще, насколько получили свой масштаб, это уже мы сможем только с определенными действиями выяснить. Вот это уже судебный процесс. И, естественно, поскольку это полученная выгода, мы переходим к другой сфере законодательства. Это гражданский кодекс. Это этим вопросом занимаются арбитражные суды, поскольку это экономические споры. И, соответственно, ведется расследование для того, чтобы нам получить вот эту сумму утерянной выгоды авторам, потому что он же теряет. Он мог заработать. Да. То есть, возможность расчета. Он мог заработать, но не заработал. При условии, что в этом еще участвует и третье лицо. И вот это, соответственно, уже судебный процесс. Опять же, скорее всего, долгий. И результат его очень мало предсказуем. Ну, потому что это действительно очень большие бюджетные документы, так скажем. Я тоже как бы... То есть, моя вот эта речь, которую я сказала чуть ранее, она как раз-таки об этом и была. То есть, если затевать судебный процесс в том или ином случае, то нужно понимать, что ты как бы окупишь все свои расходы на всех адвокатов, на различные исследования, расследования и так далее. И думаю, поэтому как бы по этой причине как бы никогда далеко никто не заходит. Потому что достаточно много кейсов... На это и рассчитано, к сожалению. ...неразбных художников, известных, которые... Как бы часто про них даже шуточно кто-то говорит и пишет, что вот он использует картинки из интернета, не запаривается по этому поводу, получает там прибыли какие-то бешеные. Ну, как бы он об этом открыто заявляет, да. Я так понимаю, что просто навсего никто... Ну, как... Ну, то есть, понимает, что это больше будет действий, чем... Не углубляется этим вопросом, да. То есть, на это и рассчитано, к сожалению. А вот как еще быть в случае с тем же самым кейсом Алиэкспресса, да. Значит, ситуация была такая. Я, безусловно, когда это увидела, я просто зашла на свой аккаунт Алиэкспресса и я им написала гневные сообщения этому продавцу, да. То есть, я написала, это мои работы, вы не имеете права продавать, и они убрали, как бы. Вот я сегодня публиковала скрин. Я почему-то была уверена, что, скорее всего, не убрали, как бы, потому что, ну, то есть, я стала делать исследования. То есть, я пошла на Алиэкспресс. У них есть специальное, как подразделение, где они как раз-таки вот занимаются. Я так понимаю, что мой случай далеко не первый. Они понимают, что Китай копирует просто все в этом мире и, как бы, продает, да. И у них прям целый есть, как бы, департамент, куда нужно писать сообщения. Но там, естественно, все на английском. Там все очень запутанно. И я тоже в этом увидела момент того, что даже я, человек, знающий английский, который может вести эту деловую переписку на английском, мне это показалось все очень и очень сложным процессом. И я им просто накатала гневное письмо, сообщение на английском. Даже, по-моему, не на английском, даже на русском. Потому что я хотела попробовать понять, уберут они или не уберут. И они убрали действительно. То есть, как бы, эти товары. Сегодня их в поиске уже не найти. Но вот как быть, мы-то находимся в российском правовом поле, а они-то в международном поле. То есть, вот как в этом случае. Соответственно, по судебному решению у нас, опять же, по месту нахождения истца. И вот этот ваш этап, что вы к ним обратились. Теперь берем ваш круг лиц. То есть, между продавцом, который использует ваше имя и получает прямую выгоду, и вами, автором, который мог бы получить ту же самую выгоду при использовании своего исключительного права, Алиэкспресс является действительно третьим лицом, и я уже вас поздравляю с тем, что результат есть. То есть, они, конечно, изначально, перед размещением всей этой информации, Алиэкспресс должен был запросить всю информацию у продавца. Именно в сфере авторского права. Но, скорее всего, поскольку третья сторона, и спрос с нее не тот, они не берут на себя обязательства проверять каждого своего продавца, опять же, на правовую основу и вообще на дееспособность. И, соответственно, то, что они удалили, это уже очень хорошо. То есть, они свою реакцию сделали. Далее у нас получается, если рассматривать поэтапно, это только судебное решение, мы запрашиваем информацию, всю информацию о продавце, который это делал, и, соответственно, потом мы переходим в поле общения непосредственно с продавцом. То есть, к сожалению, действия Алиэкспресса на этом, как правило, и заканчиваются. То есть, я правильно понимаю, что привлечь к ответственности даже международного продавца можно, находясь в России там? Естественно. А как же? В результате мы же доходим и до международного суда, который у нас действует, есть, ведет свою деятельность. Понятное дело, что это как уже окончательная инстанция. Но изначально рассматриваем именно в претензии, ну, международное право у нас никто не отменял. Оно действует на территории всех стран. Единственная сложность – языковое, правовое и, естественно, по месту нахождения яйца. Так, 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 так. Да, у меня вот еще такой вопрос касательно даже вот моего случая, да. Например, вот как бы изначально я вопрос задавала на, там, скажем, производство изображения, да. Вот я сейчас для примера покажу. Вот, например, сегодня я взяла фотографию просто из интернета и взяла образ, да. И я как бы взяла там свой цвет. То есть это не прямая копия. То есть я не взяла, знаете, как вот я помню, мы писали эти эссе в институте. И, естественно, ты эссе пишешь на основании каких-то там исследовательских работ, да. Я даже помню, у нас была целая программа, где мы свои работы закидывали, текст, и он нам как бы выдавал насколько там плагиат, процент плагиата того, что он даже вытянет по всей базе, там, по интернету производил. Но здесь получается, как бы, случай, когда я взяла образ и, как бы, его переработала. Это, как бы, мне кажется, все-таки один кейс, да, когда мы берем образ, дорабатываем, указываем автора, да, и уже там на усмотрение автора он уже будет решать, как бы, хочет он, как бы, к нам претензию, там, штрафы и так далее. А вот случай же с Алиэкспрессом, они же просто не скопировали, то есть они, как бы, взяли и просто, наверное, просто как украли изображение и, как бы, стали их копировать. Мне кажется, это все-таки два разных кейса, нет, по авторскому праву. Но при этом они указывали имя автора? Да, да. Они написали, как бы, там. То есть мы все-таки идем на разделение того, что первое указали. Ну, как вам сказать, это какая-то такая мягкая помарка, да, что все-таки как-то они заступили в сферу авторского права и все-таки как-то они постарались его соблюдать. Но то, что было дальше, то есть полученная выгода, результативность, ну, то есть как они там его использовали, да, именно масштабы использования и тем более получения выгоды. Вот это идет нарушение. То есть все-таки мы, скажем так, там, допустим, 10% из 100 вы все-таки не нарушили, потому что вы ссылались на автора. Но по последствиям нарушения закона что нам в итоге это дает? Да, вы указали автора. Вот я покупатель, я покупаю, я понимаю, кто был автор. Но продавец у меня совсем другой. И, конечно же, в идеале я должна у продавца спросить, а автор дал свое согласие, чтобы я использовала его объекты. Опять же, на добросовестность покупателей рассчитывать мало приходится, да? Ну да. И, соответственно, никто и не спросит. Купил и счастлив. Услышал имя, чье изначально это объект, ну, будем знать, вот как. Читаем произведение Пушкина, знаем, что это Пушкин. По плагиату, опять же, если это текстовые, да, вот в примере, если мы проверяем текстовые, опять же, проверки вот эти, сейчас, кстати, в отношении художественных элементов тоже очень много программ. Единственное, что на сегодня они, скорее всего, уже не действуют. Google тот же самый создал такую библиотеку. Да, а вы знаете. Ну, вот. Значит, соответственно, то есть уже какой-то материал, какая-то база стараются очень многие лица собирать. То же самое и в текстовых документах. То есть если мы все-таки делаем текст, и там мы указываем, что все-таки мы используем цитаты определенных авторов с целью аналитики там или примера, то опять же, мы не нарушаем авторское право. Мы же указываем, для чего и зачем мы используем этот текст. То есть все-таки, если взять носители, текст, музыка, художественное произведение, это все-таки разные носители по разным последствиям. Потому что, когда мы используем текст и используем в нем цитаты, то это не является нарушением. А вот если мы переписали текст от автора, и написали, что это мое, ну, я тоже так думаю. Но мы же не написали это слова Пушкина, но я тоже так думаю. Ну, понятно. На примере с текстом, конечно, стало более понятно. Ну, то есть, действительно, если ты перерабатываешь, но ссылаешься, но ты же, получается, все равно другие слова, чужие слова используешь в донесении, как бы, своих смыслов. То есть, как бы, ты берешь... Как учебный материал даже больше, да, то есть, чтобы действительно донести правильную информацию. То же самое, как и мы в этом случае. Допустим, мы показываем картину для того, чтобы показать руку, там, штрих художника, да, переходы его в цветах. Или мы там берем ту же самую фотографию, закат показываем, да, и вот хотим показать, что там в нужное время, под нужным ракурсом сделана эта фотография. Но мы же, естественно, все это описываем и используем как пример. Но потом начинаем перерабатывать, перерабатывать, опять же, с какой-то целью, да. И вот в итоге, даже если мы какой-то штрих изменили, это уже наше авторство. При условии, что у вас и носители разные. Фотография – это использование техники, да, и визуализации. А вот когда мы уже рисуем картины, это применение таланта, инструмента и так далее. Ну, а как бы вывод, который я сейчас делаю, в принципе, оно вроде бы… Да-да-да, то есть оно вроде бы все, как оговорено, прописано, но все равно оно очень скользко между собой. Ну, то есть вот эти… К сожалению, да. Их нет. Это связано с тем, что в гражданский кодекс вообще внесено понятие… То есть гражданский кодекс, он существует несколько десятков лет. Применяется, имеет свои изменения, просто потому, что это более широкая сфера нашей жизни. Авторское право, к сожалению, у нас в стране вообще изначально появилось и стало развиваться, именно полноценно применяться вот в этой части гражданского кодекса только в 2008 году. Ну, вы понимаете, да, времени совсем мало. Ну, когда интернет пришел, стали копировать… Да, да. С международной практикой, то это вообще ничтожно. Опять же, когда создали эту главу в гражданском кодексе, ну, чтобы вы понимали, например, очень утрировано в гражданском кодексе более трех тысяч статей, и из них только одна глава, которая содержит из порядка там 20 статей, это авторское право. То есть соотношение, понимаете, да? Да. И, опять же, мы его взяли, потому что на международном уровне уже авторское право существовало, процветало, законодательно было защищено. И, к сожалению, с тех пор вот на тех условиях, на которых мы изначально были, мы так и остались. То есть в большей степени это все-таки передается в правосудие на уровне решения суда, то есть как решить суд. Опять же, с использованием экспертизы, специальных специалистов. Да, это долгий процесс, но согласитесь, это действительно тяжело доказуемо. Ну, да, безусловно. То, что я говорю даже... Это не состав преступления, да, там. Да, да, то есть иметь какое-то... Закон достал золотой браслет, и все это видели, да. То есть здесь действительно очень большая сложность. И судебная практика применения действительно мала. Единственное, конечно, получается, что закон нас защищает, закон нам дает основу, судебная процедура обязательно проводится и существует. Конечно, вызывает большие затруднения с тем, что местонахождение, то есть мы переходим на международный уровень, но тем не менее, это не исключает того, что незнание закона не освобождает от ответственности и исключать на то, что никто не обратит внимания и никогда не обратиться в суд, значит, можно. Тоже так, конечно же, нельзя. Соответственно, и вы, как талантливейшие люди, которые используют этот материал, всегда лучше укажите автора, если есть возможность, получите от него разрешение и, соответственно, уже вас это исключает. То есть уже, если мы получаем от этого какую-то выгоду, автор изначальный к этому уже не имеет никакого отношения. Да, вот я сейчас смотрю вопросы, которые мне писали подписчики, когда я спрашивала, да, какие есть вопросы. Я сразу оговорюсь, мы сейчас рассмотрим несколько, да, потому что мы очень хотим, чтобы Евгения нам провела вот такой вопрос-ответ, там, скажем, сейчас у нас будет новый поток курса, да, то есть у нас будет отдельный прям вебинар, когда мы Евгению пригласим и будем ее замучивать вопросами. которые я как бы изначально, естественно, направлю, озвучу, да, чтобы было понятно. Вот, например, да, вот, например, вопрос. Значит, мы, большинство из нас, кто сейчас слушает, мы продаем свои работы на площадках, ну, то есть те же самые, как Алиэкспресс, но как бы это площадка, где продаются оригинальные картины. И вот они в некоторых исключительно достаточно случаях, скажем, первое, у них нельзя, они так и прописали, что у них нельзя продавать копии великих мастеров. Это исключение один. Исключение два. Вот здесь вот мне пишут, что на меня пожаловались на Artfinder, что я пишу с чужих картин нашли подобные сюжеты. То есть вот подобные сюжеты, потому что очень часто, да, например, кто даже нас сейчас слушает, ходят на мастер-классы. На мастер-классах, например, там не Сашу Робинсон, а там любого другого художника дают пример и говорят, давайте напишем так же. И вот очень часто эти художники, они идут, написали, да, для портфолио и хочу продать эту работу. И вот в таких случаях жалуются. Как быть в таких ситуациях? То есть кто прав и как, например, на это реагировать? Ну, реагировать, опять же, стараться сделать все законодательно правильно. То есть мы возвращаемся к тому, что все-таки мы должны получить разрешение от автора изначально. Мы должны везде указать, что мы использовали изначально какой-то объект, да, то есть копия. Но копия, то есть если даже мы продаем картину и на ней мы укажем, что автор такой-то, но с копией автора вот такого-то, да, тогда мы все-таки переходим к возможности, что копия подразумевает копию. То есть это все-таки стопроцентное содержание изначального объекта. Если это прям стопроцентное содержание объекта, значит мы на самом объекте указываем, что мы автор копии, а копии с оригинала вот такого-то автора. А, ну понятно, что я автор копии, оригинал такой. Да, 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 обязательно. То есть получается изначальный собственник или покупатель, да, тот, кто держит объект, он не является носителем исключительного авторского права и он прекрасно понимает, что есть оригинал и у него автор вот такой-то и держит он у себя копию, которую опять же создал автор такой-то. И вот изначально автор, который создал эту копию, конечно, должен получить разрешение от автора. Ну понятно, да, то есть как бы, то есть, а если не получил разрешение... Я правильно понимаю, Александра, мы все-таки не переходим еще в сферу того, что ведь есть же исполнение картин по заказу, есть абсолютное авторство, когда мы все-таки не делаем никаких копий, это уже следующие этапы и там другие последствия. Ну, да, то есть как бы работы на заказ, безусловно. Кстати, интересный момент, если вдруг тебя заказали на заказ работу, да, как бы чью-то, например, там, как шишки, мишки в лесу, да, то есть на конфетах, если вдруг, да, как бы, ну, может быть, скажем, ныне живущего, либо там кто-то такую же скажет работу сделать у меня, как у Саши Робинсон. Кстати, очень часто просят, например, есть такой известный художник Алик Монополи, у него такой супер, как бы, популярны там что-то деньги, скруч Макдак, то есть вот это вот все. И часто на него, как бы, действительно делают копии. Я знаю художников, которые, как бы, говорят, сделайте, им заказывают точно такую же мне, и они пишут. То есть это тоже, как бы, получается. Получается, что если мы делаем под заказ, во-первых, это изначально договорная основа. То есть это не просто, что мы встретились и поговорили, а это заключенный договор. То есть документально подтвержденный факт. И лучше это делать, потому что, когда вы действуете по договору выполнения объекта по заказу, вы тем самым вот это исключительное право передаете заказчику. То есть тому, которому вы рисуете. И по факту художник в этом случае носит роль исполнителя. Ему заказали, стороны обсудили. И, конечно, в идеале мы, как, опять же, благополучные жители этой земли, мы должны сказать, вы же имейте в виду, что есть автор, что есть авторское право. И я выполняю вам заказ. И, соответственно, в договоре мы указываем, что итоговым собственником конечным является тот, кто заказывал. Он заказчик. то есть мы выполняем и он является тем самым исключительным собственником авторского права. Исполнитель, который писал эту картину по заказу, не является ни собственником в результате. То есть у него прямая выгода. Он выполнил заказ. Единственное, не будем исключать, что, конечно же, если к вам приходит заказчик, который говорит нарисуй мне копию Шишкина, автора картин, мы, естественно, должны понимать, что мы вступаем в незаконные действия. То есть мы рисуем копию, но мы рисуем копию произведения, у которого есть официальный собственный. Мы вступаем как бы в отношения, которые изначально все-таки являются, ну, мягко сказать, нарушающим закон. Ну, понятно, да. То есть как бы получается это... Мы опять возвращаемся к официальному разрешению. Так, да, я понимаю. Это уже ответственность не художника. Вот если взять именно вот эту сферу, да, ответственность уже не художника, а заказчика. То есть он хочет копию, но пускай он получит разрешение. Потому что в итоге он будет собственником этого объекта. Да, на самом деле, я думаю, что у многих, как у меня, сейчас немножко уже мозг взрывается. Потому что это... Потому что действительно, да, поток, поток. То есть все-таки я бы хотела вернуться к тому, что изначально, когда мы вступаем на начало применения нашего таланта, мы понимаем, что у нас является источником, есть ли у этого источника автор, и лучше мы получим от него официальное согласие. А вот что может быть официальным согласием? Может быть являться, я не знаю, там, комментарий под его фотографией, что, например, я к нему зашла в Инстаграм и пишу, привет, а можно я использую твою фотографию для своей работы? И он мне отвечает, да, окей, главное, там, сделай ссылку на меня. То есть это является разрешением? Опять же, у нас получается, мы возвращаемся к тому, что закон не рассматривал вообще вот такие варианты обменами информации, когда он писался, да, или когда он вообще эту законодательную базу создавал. Естественно, все это подразумевало письменный носитель. Но мы сейчас уже переходим на цифровой документооборот, да, в 22-м году все, уже и законодательная база даже есть. То есть все-таки мы приходим к тому, что если нам это в переписке сам автор указывает, причем мы при этом не должны устанавливать, а это нам пишет действительно автор. То есть мы применили все действия, мы нашли автора, мы спросили, мы получили согласие. Каким уже образом, естественно, этот автор в итоге, а как правило, это бывает, когда автор понимает, что картина имеет результат и коммерческой выгоды, и всеобщего признания миром, естественно, мы начинаем думать, что все-таки сколько мы потеряли-то на этом. Здесь тоже можно рассматривать, что вообще-то в идеале нужно было заключить это все письменно, пойти к нотариусу, получить официальное разрешение, зарегистрировать его и на основании этого работать. Но мы опять возвращаемся к тому, что практически это невозможно. и все-таки мы переходим к тому, что мы получили официальное разрешение все равно в какой форме. Точнее, мы получили это в форме, в той, которую мы потом можем кому-то показать и доказать. Вот на этом все-таки и останавливаемся. Потому что это опять судебный процесс, опять сфера доказывания, то есть как результат. Да. У меня еще вот последний вопрос. Когда мы продаем картины на онлайн-галерее, то есть вот я ее создала и я оригинал продала. У онлайн-галерей прописано как бы вот, скажем так, в условиях, да, отношение художник-клиент, что авторство и как авторские права на картинку остаются за художником. То есть клиент, который... Учительные права. Да. И то есть получается как бы это вообще как бы в рамках нашего правового поля, я имею в виду там РФ, это так же, да, работает. То есть как бы если я написала не на заказ, да, а именно я просто написала там... На продажу. Да, на продажу. У меня ее купили, но все равно я являюсь автором. Да. Естественно, в этом случае, получается, передается носитель объекта. Не право, не исключительное право объекта, а носитель объекта. Ну, то есть, попросту говоря, купили картину, разместили, автор там указан. А уже исключительным правом изображения является тот автор, который изначально, ну, то есть, который указан на картине, который создал действительно это изображение. Ну, да, то есть... Вот тут мы опять всегда возвращаемся к пониманию слова исключительное право. То есть, вот что означает исключительность? Тут вот прям прямое значение. Если даже пытаетесь, если даже не можете определить, да, вспоминайте вот это слово. Исключительное право. Все остальные То есть, сразу понятно в значении, да. Да, все остальные исключены, да. Ну, наверное, будем завершать, потому что, честно, у меня как бы мозг уже так взрывается. Мне очень хочется, чтобы мы на как бы предстоящем вебинаре рассмотрели такие вопросы, как что является, то есть, как узаконить, да, то есть, свое право в тех или иных случаях, когда ты являешься первоисточником, если ты не первоисточник, но чтобы как-то закрепиться, да, на случай, если вдруг будут какие-то как бы движения, да, то есть, вот, чтобы мы, может быть, какие-то такие кейсы там из правовой как бы кодексов, да, правовых, чтобы мы это тоже как-то рассмотрели, ну, чтобы вот как бы вот эту базу у себя иметь. И я специально для тех, кто сейчас нас слушает, будет смотреть, задала вопрос, потому что многие из вас уже есть на онлайн-галереях, да, чтобы вы имели в виду, что все-таки авторское право, исключительно авторское право остается за вами, что так оно действительно и есть, когда вы продаете свое, наверное, не изображение, а как бы картину, да, оригинал. Ну, наверное, как бы, а вы знаете, какой еще вопрос? Ну, наверное, ладно, мы это на вебинаре, потому что там целая как система, потому что на одной из галерей можно продавать, там разные виды лицензии есть, то есть есть, когда ты продаешь одна лицензия, там, один-два раза он может распечатать, есть коммерческая лицензия, когда он неограниченно может печатать, как бы, с твоих, как бы, изображений. Вот, А это же следующий этап, вот, исходя из ваших вопросов, то есть, действительно, как мы оформляем это исключительное право. Мы сегодня с вами, к сожалению, обговорили, только вот, обсудили, только первый этап, то есть, разместил, уже обладаешь. Действительно, есть последствия, когда это нужно закрепить документально у нотариуса, то есть, с участием третьих лиц. Ну, да, по этому закону четко определяется. Если разместили, все, владеете исключительным правом, как автор, всю свою жизнь и потом еще 70 лет после смерти. Но есть же понятие наследования права, есть опять же те самые коммерческие последствия, то есть, как говорится, чем больше законодательно, документально определено это право, тем оно больше защищено и имеет больше последствий. Я имею в виду наследование, использование третьими лицами, и так далее. То есть, это другая сложность, другая ступень оформления этого права. Да, на самом деле, это как бы вот, как, ну, то есть, глубокий, потому что у меня сразу тоже вопросы там по поводу фирменного стиля, да, потому что есть многие художники, которые тоже, как бы, берут за оригиналы, то есть, первоисточники, очевидно, что это с чего-то написано, да, но от того, что у них настолько выдержанный фирменный стиль прослеживается, ты как бы задумаешься, да, ну, как бы там стоит, как бы это все начинать или нет. А на этом завершим, потому что у меня тоже уже тут дети прорываются, которые не были готовы, потому что я так долго буду вести эфиры. Вот, Евгения, я очень благодарна, мы этот эфир сейчас разместим и уже будем готовить вопросы к нашему вебинару, который состоится чуть позже во время нашего курса. Огромное спасибо. Вам большое спасибо, удачи в вашем прекрасном, талантливом деле. Да, спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok